здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем резать смородину я расскажу вам о том какая она вообще бывает и чем они друг от друга отличаются пожалуй с этого и надо начать какая вообще смородина бывает вообще в наших широтах выращивают чаще всего две группы красная и черная к черным относятся непосредственно черные и зеленоплодные к красной смородине можно отнести красную белую и розовую золотистую или какие-то декоративные виды мы в этом видео рассматривать не будем теперь когда мы разобрались группами давайте поймем как отличить одно от другой и зачем это вообще нужно все дело в том что это важно с точки зрения обрезки у черной смородины побеги следует держать не более 5 лет а сам кустарник не более 15 лет идеальный куст это 15 побегов разного возраста 3 побега однолетних 3 побега двухлетних и так до пятилетних у красной смородины ветви можно оставлять до 8 лет и кусты живут и продуктивно плодоносят лет до 20 с периодическим омоложением здесь также как и у черной оставляем по 3 побега каждого возраста соответственно их число будет около двадцати четырех штук а как отличить одну группу от другой если на кусте нет ягод для этого сорвите листочек или почку и разотрите между пальцами если вы чувствуете сильный аромат смородины перед вами черная ну или соответственно зеленая если запаха нет группа красной смородины а почему нельзя держать ветви на кустах дольше положенного срока древесина кустарника не похожа на древесину дерева она гораздо быстрее изнашивается активное плодоношение наступает раньше самая большая продуктивность у черной смородины наблюдается на трехлетних ветвях у красной на четырех пятилетних далее она начинает снижаться ягода мельчает ее количество уменьшается падают вкусовые характеристики происходит это по целому ряду причин забиваются проводящие сосуды накапливаются болезни вредители например всем известная стеклянница поражает только старые побеги давайте теперь поговорим о сроках обрезки существует весенняя летняя и осенняя обрезка летняя обрезка не является обязательной она нужна только в тех случаях когда вы видите что ваш кустарник не ветвится выдает очень длинные побеги либо если вы только купили саженец в питомнике в контейнере и хотите провести обрезку для стимулирования ветвления дело в том что некоторые сорта хорошо дают боковые ветви а некоторым в этом следует помогать не стоит проводить кардинальную обрезку в середине сезона исключением является санитарная обрезка то есть удаление больных или поврежденных частей растений этот вид обрезки можно проводить в течение всего сезона по необходимости весенняя и осенняя отличаются лишь сроками весной это делается до набухания почек однако ввиду того что после снежной зимы почки могут начать набухать до таяния снега целесообразнее обрезку кустарников проводить осенью к тому же не все садоводы готовы так рано приехать на свой участок осенью обрезку проводят после листопада или непосредственно перед ним делать это вполне безопасно по той причине что кустарник все равно зимует под толстым слоем снега и так чем мы с вами будем пользоваться какими инструментами я предпочитаю все резать секаторами либо обычным либо с храповым механизмом для более толстых ветвей также вам может понадобиться небольшая пила или сучкорез последний я не очень люблю из-за того что им трудно работать не всегда удается подлезть с таким громоздким инструментом под куст ну все хватит теории давайте уже начинать резать однолетний саженец чаще всего он представляет из себя одну палочку иногда две обрезаем следующим образом убираем все и оставляем 3-4 почки двухлетний саженец он уже может плодоносить чаще всего продается в питомниках у него просто укорачиваем ветви трехлетний саженец также часто можно встретить в продаже как и в предыдущем пункте укорачиваем или обрезаем побеги нам необходимы новые ветви снизу четырехлетний саженец при необходимости можно проредить укоротить длинные ветви а теперь самое интересное взрослые растения этому кусту смородины черной около 10 лет как вы видите когда-то кто-то что-то здесь уже обрезал но в целом растение довольно запущенное с чего же начать сперва необходимо провести осмотр растения после этого сделайте санитарную обрезку то есть уберите все больное сломанное порой бывает так что на этом в первый год следует остановиться потому что убирать слишком много за один раз не рекомендуется для растения это будет большим стрессом я считаю что рекомендацию которую дают некоторые люди скосите куст он быстро даст много молодых побегов и таким образом омолодиться не совсем верна если у вас огромный старый куст начните убирать проблемы понемногу и за пару лет вы сможете привести его в идеальное состояние идем дальше посмотрите одна из самых частых ошибок садоводов пеньки которые они оставляют при обрезке это делать нельзя если убираете ветку то убираете ее полностью как мы с вами говорили в самом начале ролика у черной смородины необходимо убирать все ветви старше пяти лет порой если куст находится в запущенном состоянии у него почти все побеги старше необходимого возраста и наша обрезка поможет появлению молодой поросли из-под земли но если у вас не все так плохо то как определить возраст побегов очень просто светлые сероватые чаще всего самые тонкие побеги однолетние далее вы смотрите по толщине по количеству боковых ветвей какие еще ветви следует убирать лежащие горизонтальные пусть даже плодоносившие чаще всего на них ягода грязная так как лежит на земле трущиеся и мешающие здесь все как у деревьев крона должна дышать загущенный куст чаще болеет и дает меньше урожая слабые кривые побеги которые часто появляются в конце сезона большая часть из них может замерзнуть а если нет то из них в любом случае не получится сильных ветвей в будущем теперь я расскажу вам о том какую ошибку очень часто совершают садоводы при обрезке старых ветвей они переводят на молодую ветку и считают что все хорошо омолодили только они забывают о том что в этой оставшейся нижней части уже может жить стеклянница сосуды как мы говорили в самом начале уже не молодые соответственно вы не получите таких шикарных ягод как с молодого побега у красной смородины обрезка происходит точно так же за исключением того что мы обрезаем ветви не старше пяти а старше восьми лет